Соглашение о создании площадки «Сухой порт Благовещенск» амурские власти планируют подписать в рамках Восточного экономического форума. Этот проект свяжет наш автомост с ближайшей станцией Транссиба в Березовке. Подробнее об этом читайте на tvgorod.rf А я, Дмитрий Козлов, расскажу вам о других не менее интересных событиях дня. Здравствуйте! Смотрим анонс. В пещере сырного короля. Солист городского оркестра показал мэру Олегу Имамееву семейное производство на отечественном оборудовании и местном цирии. Неслабый пол. Профильную смену в кадетском корпусе проходят два десятка новобранцев с косичками. Детский лагерь на базе интерната открыли впервые. Прятали от богов, сватались в ночи. В кровеческом музее устроили свадебный переполох. Рассказали, без каких обрядов не проходила ни одна женитьба. Благовещенцы, чьи дети купались в Амуре одни, ответят перед законом. Во время рейда в сотрудники полиции составили пять протоколов. Их рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. В первый раз юных горожан, правоохранители и общественники заметили на набережной в начале июля. Там без присмотра родителей купались дети 9 и 12 лет. Еще один инцидент случился неделю назад. Проверяющие застали в воде трех подростков. В обоих случаях на родителей составили протоколы. Их могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Горожан просят объяснять чадам, насколько опасной может быть вода. И не отпускать их купаться одних. С начала сезона в области утонули пять детей. Еще четверых удалось спасти. Реальный срок за незаконный оборот запрещенных веществ получил 47-летний благовещенец. Усугубила ситуацию непогашенная судимость. В сентябре прошлого года мужчина собрал коноплю на соседнем участке. Потом в гараже приготовил гашишное масло для собственного употребления. Шприцы с запрещенкой хранил на балконе. Тайник обнаружили полицейские. Тогда благовещенец попытался избавиться от вещества, выдавив его на стену балкона. Все улики изъяли. Свою вину житель столицы Преамурия признал. Благовещенский горсуд назначил семь лет и один месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил. И к другим темам. Полностью отказаться от поставок из-за границы, при этом расширить производство, планирует благовещенский сыровар Дмитрий Хмара. Об импортозамещении и развитии своего семейного бизнеса он рассказал мэру Олегу Имамееву и провел градоначальника «Святая святых» – сырную пещеру. В сюжете Кристины Слепцовой все самое интересное со встречи и даже немного песен. Вот это просто «Святая святых» и «Сырование». Здесь подготавливаются сыры, созревают сыры годами. У нас есть сыры, вот, а ему уже больше двух лет. С годами сыр только набирает вкус. Например, твердый итальянский мантазио, который держит в руках владелец сыроварни, после двух лет созревания становится похожим на пармезан. Обитатели этой сырной пещеры, кстати, любят не только хорошо полежать, но и когда их обтирают, омывают, после поют. ПЕСНЯ Без шуток, я действительно прихожу сюда, и когда вот этим занимаешься, хочется петь. Благо, подопечным повезло с хозяином. Дмитрий Хмара – солист популярного в Благовещенске оркестра «Амур Джазбенд». Оказывается, еще и известный на Дальнем Востоке сыровар, обеспечивает фермерские рынки, супермаркеты областного центра. Владивосток, Ахабаровска – настоящими деликатесами. Одна из самых продаваемых наших позиций, одна из таких самых популярных. Люди, те, кто знают, те, кто аутентично, знают в настоящий смысле сыр, они уже берут нашу буратку, пробуют и говорят, что очень сильно похоже как раз на то, что продается в Италии. То есть можно брать прямо отсюда? Прямо отсюда можно брать вот так кусочек и, пожалуйста, приятного аппетита. Есть еще сыр, называется «Стракина» у нас, утренний сыр. Очень-очень нежный, если вы попробуете. Нежный, это очень вкусно, да? Да, это отличная штука, попробуйте. Этот сыр кушают по утрам, в основном это… Он легкий, да? Да, очень легкий, под кофе. Очень нежный, и он десертный. Классно. Девушки, я думаю, полюбите. Готовить бурату, фету, халуми благовещенность научился у итальянских мастеров. В 2019 году открыл предприятие «Бизнес семейный, труд ручной». В штате у сотрудников у Дмитрия, отец, мама и жена. Сортов у нас около 18 сыров. Это достаточно большое количество для нашего города. Не у всех сыроварен сейчас есть такое большое количество. А в качестве молока, да, это же один из основных материалов для производства? Да, у нас… Составляющие. Вот молоко вы где берете? Молоко мы берем здесь на желтоводородистом кофлексе АНК. Сырье – амурское оборудование, российское, поэтому предприятие пережило пандемию и санкции. В ближайшее время здесь также планируют заменить итальянские закваски и ферменты нашими. В этом направлении работают свиньи, маслоделия и сыроделия в Угличе. Помимо этого Дмитрий Хмара хочет расширять свое производство. Власти готовы предпринимателю помогать. Оказание мер поддержки сегодняшний день на федеральном уровне, регионально. Причем они, Николай, постоянно. То есть, если сегодня что-то нет, то вернее, что завтра это не появится. Потому что идет такой постоянный динамичный процесс. Я вот уже управлению экономики дал поручение, чтобы мы с вами тоже встретились и объяснили, где вы делаете, чем может вам государство помочь. Первым шагом навстречу сыровару станет помощь с помещением. Олег Имамеев поручил специалистам рассмотреть возможные варианты для размещения производства. Кристина Слепцова, Максим Яценко. Программа «Город». Почти четыре сотни благовещенцев с начала 2022-го попались на незаконной торговле. Они торговали в неположенных местах продуктами питания. Ежедневно находят нарушителей и выписывают им протоколы специалисты городского управления по развитию потребительского рынка и услуг. Всего с начала года составили 392 протокола на общую сумму больше одного миллиона рублей. И, видимо, штраф от одной до пяти тысяч не останавливает торговцев. Кстати, дровосеков, которые реализуют древесину, практически удалось победить. В районе ВДНХ специалисты встречают все меньше и меньше грузовиков с лесным материалом. Мероприятия, направленные на пресечение и выявление несанкционированной торговой деятельности, специалистами управления проводятся на постоянной основе. Кроме этого, привлекаются и сотрудники полиции, инспектора Росельхознадзора для установления нарушителей таких, скажем. В случае, если выявляется гражданин, который осуществляет незаконную торговлю в неустановленном месте, на него составляется административный протокол. Границу с Россией на погранпереходе Манчжурия-Забайкальск пересек состав военной техники КНР. Боевые машины прибыли для участия в армейских играх. Они покажут себя в конкурсах мастера автобронетанковой техники и танковый биатлон. После перемещения в Забайкальск технику перегрузили с узкоколейных платформ на ширококолейные. Это поможет составу перемещаться по территории России. Процедуру оформления военной техники и сопровождение сократили до 20 минут. При этом соблюли все противоэпидемические меры. Судя по кадрам китайского телеканала, в Россию прибыли 4 танка типа 96В. Отмечают военные эксперты из Поднебесной. Напомним, конкурсы армии 2022 пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 государств. На танках не катаются, зато умеют собирать автомат, оказывать первую медицинскую помощь и не прочь потанцевать. Все это про полсотни юных благовещенцев, которые вместо обычного пришкольного лагеря выбрали смену в Амурском кадетском корпусе. Двери учреждения открыли даже для девчонок. Сергей Варавка узнавал, как проходят будни начинающих курсантов. Снаряжение магазина приступить. Разблаке автоматов приступить. Несмотря на то, что в ряду одни девушки, каждый знает, как разобрать автоматы и снарядить магазин. Школьница Александра Жарикова не пожалела, что привычному лагерю предпочла смену начинающий кадет. Успела познакомиться с казаками, сходила в поход, прокачала свои силовые и научилась разжигать костер. Раньше в лагере я была обычным, то есть загородный и пришкольный. И как-то это стало немного надоедать и захотелось разнообразия. Мне очень нравится, у меня папа военный, дедушка. Сама я бы очень сильно хотела стать ФСБ. Если нет, один просто удар, гематома, был просто сильный, вы прикладываете холод и смотрите дальше. Либо до вызова скорой, от формы ушиба. Довольны сменой не только кадеты с косичками, но и парни. Каждый день для них новые открытия или испытания, которые они проходят. Обучаются военному делу, но и про творчество не забывают. Хореография и мы пели. Что из этого больше всего понравилось? Ну, наверное, всего. Ну, больше всего, наверное, танцы. Хореография. Потому что, ну, как бы интересно, бодро. Вообще программа смены включает в себя общую военную медицинскую подготовку. Помимо этого проходят занятия и игры с психологом. Это помогает детям сблизиться. За 11 лет существования Амурского кадетского корпуса впервые в этом году мы распахнули свои двери при школьном лагере. Да, вот набрали 40 человек. Причем не соблюдали гендерность. Был я приятно, конечно, удивлен, что дети пришли патриотично настроенные. Вот. И лишь усовершенствуют здесь свои навыки. Все, чему научили за две недели, начинающие кадеты покажут родителям. Ко дню закрытия школьники готовят большой концерт. Сергей Варавко, Максим Яценко. Программа «Город». Знаете ли вы, как сотни лет назад невесты определяли, хозяйственный жених или нет? И почему свататься ходили вечером, порой даже ночью? Благовещенцам, которые попали на свадебный переполох в Кровеческом музее, все разложили по полочкам. В зале, где расположилась выставка, посвященная нарядам невест, случилось полное погружение в историю. Да нам не нужен ни кафтан, ни сарафан. Зачем они нам? Нам нужна работница хорошая. У вас есть цветочка, у нас садочек. А нельзя ли ваш цветочек пересадить в наш садочек? Сценку хранители истории разыграли, чтобы переместить посетителей музея лет так на 150 назад и погрузить собравшихся в атмосферу предстоящей свадьбы. Прежде чем жених с невестой встречались на сватовстве, переговоры проводили родители. Как правило, мамы. Важно было максимально расхвалить своего ребенка. Свататься было принято с заходом солнца. Другая свадебная традиция – заносить невесту в дом на руках тоже с глубокими корнями. Связано с суеверием. Наши предки верили в домового. Думали, живет он под порогом. Поэтому считалось, если девушка сама зайдет в жилье, разозлит кутного бога и спокойствия ей не видать. Бутылочки разной формы. И предлагаем ему определить, что в этих бутылочках ранее располагалось. Тот жених, который, собственно говоря, кроме зеленого змея, ни о чем больше не думает, первое, что вам скажет, найдет в них коньячную. Хотя ее на самом деле нет. Каким будущим муж будет в быту, невестой определяли по баночкам. Если потенциальный жених успешно угадывал, в чем хранилось масло, керосин, лекарства и прочее, значит и в хозяйстве из него выйдет отличный помощник. Узнать больше о традициях, которых придерживались раньше, пришли как просто любители истории, так и горожане, которые без организации и мероприятий не представляют своей жизни. Мария Скапа из «Числа последних». Она – декоратор. Меня особенно сейчас поразили платья 90-х. В 90-х я насмотрела на эти платья, мне казались они такими потешными какими-то. А сейчас они у меня вызывают такое очень ностальгическое воспоминание, потому что я была ребенком и смотрела на этих невест с восхищением. И думала, что когда-то я тоже буду невестой. На переполохе в музее не остановились. В четверг, 28 июля, в 6 вечера здесь пройдет интерактивная экскурсия «Свадебный обряд. 100 лет истории». Гостям расскажут о популярных традициях разных народов мира. Алена Лепкалова, Виталий Антонюк, программа «Город». Не надевать на регистрацию рваные джинсы и кроссовки – попросили свадебных специалистов сотрудники Амурского ЗАГСа. Дресс-код, рекламные услуги и взаимоотношения бизнеса с государственным органом обсудили на совещании. Специалисты ЗАГСа предложили предпринимателям совместно работать над развитием свадебного рынка. Причем не только на благо молодоженов, но и для серебряных, золотых, бриллиантовых юбиляров, новорожденных многодетных семей. Создадим единую площадку, где будем обмениваться с вами информацией, вносить предложения, их реализовывать в целях поддержки молодоженов и всех, кто у нас задействован по линии органов ЗАГС. Та наша совместная работа, которая пойдет по этому, она будет нацелена не только на развитие вашего бизнеса, но и на развитие Амурской области. Единую площадку, где специалисты праздничной индустрии смогут делиться идеями, планируют назвать «Свадебный мир Амурской области». Коллектив музыкальной школы «Благовещенская» считает шаги и калории. Соревнования регулярные медосмотры и посещения галокамеры им организовали в рамках программы по сохранению и укреплению здоровья. Ее реализуют в учреждении с января. Коллектив активно посещает соляную пещеру, проходит медобследование, соревнуется в ходьбе. Последнее, кстати, смотивировало педагогов поучаствовать в конкурсе. Работники подсчитывают, кто из них делает больше всего шагов за день, месяц или год. В дальнейшем МУС школы составит общий паспорт здоровья. Для этого программу разобьют на пять модулей. Физическая активность, здоровое питание, психосоматика, отказ от курения и злоупотребление алкоголем. Я надеюсь, что этот год позволит нам уже лучшие практики у себя, так скажем, не просто, вот мы сейчас ездим, смотрим, но и обобщить, и представить уже опыт муниципалитета. И мы будем это делать с лучшими практиками от различных организаций. Эльбрусское кольцо покорилось курсантам ДВОКУ. Соревнования для военных альпинистов прошли в Центре горной подготовки и выживания. Им пришлось на скорость преодолевать высоту в 5000 метров. Амурчане заняли второе место, уступив лишь соперникам из Рязани. Эта новость завершает выпуск. Если и вы хотите стать героем наших материалов, звоните в редакцию 524202 и делитесь своей историей. До скорой встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова